В Украине рекордное количество новых инфицированных от COVID-19 и умерших за все время пандемии. За сутки выявили 758 зараженных, 31 летальный случай. Наиболее сложная ситуация остается во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. В Минздраве просят украинцев соблюдать противоэпидемические рекомендации даже после ослабления карантина. В заседании по делу об убийстве активистки Екатерины Гондюк снова перенесли. На этот раз суд взял перерыв до 13.00 сегодняшнего дня. У здания Печерского райсуда Киева находится наш корреспондент Юлия Крючкова. Юлия, расскажи нам, пожалуйста, почему в этот раз перенесли избрание меры пресечения для Владислава Мангера? Здравствуй, Анна. Суд перенесли из-за того, что нужно было дать время на ознакомление с материалами для нового адвоката подозреваемого. Суд проходит в закрытом режиме. Такое решение было принято, так как в материалах дела есть информация о негласных следственных действиях, а также есть риски для свидетелей. Сегодня, перед началом заседания, которое было назначено на 10 утра, мы смогли пообщаться с адвокатом подозреваемого. И он рассказал нам о том, что сторона защиты подозревала, что вчера их подзащитного выкрали, и якобы он из-за этого не явится на заседание, так как у них нет с ним связи. Но в итоге все обошлось, и прокуроры сказали, что никакого похищения не было, что сейчас Мангер находится в зале суда. Давайте послушаем, что он рассказал. Жодного выкрадения не было. Подозреваемый Мангер вчера, как я вчера также сообщал о 7 часов, 05 минут, был затриман в городе Херсон, для доставления до суду. Перебывает в статусе затриманного, с искусим. Он сегодня был доставлен до суду. По версии следства, глава Херсонского областного совета Владислав Мангер был заказчиком организации нападения на активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гонзюк. Она якобы мешала Мангеру внедрять незаконные схемы в области и подрывала его авторитет. В апреле служба безопасности Украины закончила досудебное следствие. Сейчас прокуратура просит у суда взять Мангера под стражу без права внесения залога. Такую просьбу о мере пресечения они аргументируют тем, что Мангер уже пытался влиять на свидетелей. Но при этом адвокаты это отрицают. Давайте послушаем. Позиция по защиту наша незминна. Сегодня мы принесли пакет документов, который подтверждает, что прокуратура просто сфальсифицировала доказы. Они тут дают показы, как свидетельства, на которых как будто тиснул Мангер. Люди пишут, что они никогда таких показов не давали. Заседание продолжится сегодня в 13.00, менее чем через час. Мы будем следить за развитием событий. И уже в следующих выпусках, надеюсь, расскажем, какую же меру пресечения Печерский районный суд выбрал для Владислава Мангера. Передаю слово тебе, Анна. Спасибо за деталь. Наш корреспондент Юлия Кричкова рассказала о заседании суда по делу в убийстве Екатерины Гандзюк. А я вам напомню, в июле 2018-го советницу мэра Херсона Гандзюк облили серной кислотой. От ожогов она скончалась спустя 4 месяца. С 2014-го она активно помогала переселенцам. Нападения связывают с ее антикоррупционной деятельностью и конфликтами с местными правоохранителями. Ее расследования касались не только бюджетных злоупотреблений, а и незаконного уничтожения леса в регионе. 22 человека сегодня прошли через КПВВ Станица Луганская на подконтрольной Украине территорию. Об этом рассказал пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины в составе объединенных сил Игорь Лизагуб. В то же время возобновление работы КПВВ Маренко остается под вопросом. КПВВ на Донбассе неделю работают с перебоями. Накануне линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская в обе стороны пересекли 155 человек. КПВВ Маренко остается закрытым. 10 июня Украина возобновила работу пункта въезда-выезда Маренко и Станица Луганская прерванную пандемией и пропускает граждан через КПВВ. В свою очередь незаконные вооруженные формирования заявили, что на подконтрольную территорию будут пропускать всех желающих, а в обратном направлении только по спискам. Речь идет о так называемых гуманитарных коридорах. Кадровый дефицит в больницах. Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что по всему миру нехватка медицинских сестер. Почти 6 миллионов человек. В Украине работают 218 медсестер. А нужно как минимум вдвое больше. Как в Министерстве здравоохранения планируют изменить ситуацию, смотрите далее. Глеб – медбрат. В профессии уже более 20 лет, правда, с перерывами. Я занимался туристической деятельностью и абсолютно не был повязан с медициной. Когда начался Майдан, а потом война, я вернулся до медицины, пытался надавать медичную помощь на Майдане. Потом мы объединялись с друзьями, поехали на сход Украины. Там помогали нашим военнослужащим. Глеб был одним из 20 медиков, которые отправились в Италию приобретать опыт борьбы с COVID-19. Если мы говорим про процедуры медичные, про профессионализм, то оно очень схоже. Чего нам не хватает, это обладнение, обеспечение лекарин и вообще целиком системы охраны здоровья. 2020 год, год медсестринства в Украине, в Минздраве обещают, он станет переломным для медиков. Всего в Украине 218 тысяч медсестер, ни одна из них не имеет права выходить за рамки назначения врача либо предоставлять услуги на дому. Тогда как в США, Австралии и ряде стран Евросоюза это разрешено законом. Такие стандарты уже в ближайшее время начнут внедрять в Украине. Пока что Минздрав поставил медреформу на паузу, устраняют недостатки, которые оголила пандемия, обещают повысить заработную плату, а вместе с тем и статус профессии. Инна Мазыркевич, Дмитрий Борщ, Киев, твой дом. Робот будет тестировать на COVID-19 в Египте. Разработка местного инженера может измерять температуру и брать материал на анализ. При этом врачи не подбергаются опасности. Роботом управляют удаленно. В последние дни в стране фиксируют скачок заболеваемости и прирост смертей от коронавируса. Сейчас в Египте больше 47 тысяч случаев COVID-19. Это многоцелевой робот, созданный специально для пандемии коронавируса. Он может распознавать лица людей и выявлять потенциально больных людей в общественных местах – торговых центрах, банках или аэропортах. Если он обнаружит, что температура тела повышена, сработает сигнал тревоги. Легендарная 100-летняя черепаха Диего спасла свой вид от вымирания и возвращается в дикую природу. В 70-е годы Диего стал одним из самцов, привезенных на остров Санта-Крус, чтобы увеличить популяцию. До приезда Диего там жил всего 15 селоновых черепах. За эти годы численность вида выросла на 2000. Диего стал отцом 800 черепашек. Это 40% современной популяции. Теперь 100-летний плейбой вернулся на свой родной остров на Галапагосах и вышел на пенсию. Я присматривал за Диего в течение 17 лет. Благодаря ему мы смогли вернуть вид, который был на грани исчезновения. А сейчас черепах здесь примерно 1825. Наследие Диего позволяет нам двигаться вперед. Мы должны продолжать работать так же усердно. Мы тоже двигаемся вперед, готовим следующий выпуск. Он будет в 14.00. Ну а в удобное для вас время заходите на наши странички в YouTube и Facebook. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова